Музыка Уважаемые друзья, наша встреча проходит в день государственного флага Республики Татарстан. И этот год был богат на юбилейные даты, связанные с историей формирования и развития геральдической системы Российской Федерации и Республики Татарстан. Казанский федеральный университет и институт истории имени Шагабудина Маджани Академии наук Татарстана являются базовыми учреждениями геральдического совета под президентом Республики Татарстан, оказывая научно-методическое и аналитическое сопровождение деятельности совета на протяжении вот уже 20 лет. На нашем юбилейном мероприятии присутствует председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедсин. Спасибо. Президент Казанского федерального университета Риас Готовович Мензарипов. В зале сегодня члены и эксперты Геральдического совета при президенте Республики Татарстан, представители академического сообщества Российской Федерации, Республики Татарстан, ряда зарубежных стран, преподаватели и студенты Казанского университета. В соответствии со статьей 121 Конституции нашей Республики Татарстан имеет государственный герб, государственный флаг и государственный гимн, официальные символы, выражающие суверенитет Республики, самобытность и традиции народа Татарстана. Все государственные символы Татарстана утверждены высшим законодательным органом государственной власти, Государственным советом Республики Татарстан. Позвольте предоставить слово председателю Государственного Совета Республики Тарстан Мухаммедшину Фариту Хайруловичу. Прошу вас. Дорогие друзья, уважаемые участники встречи, члены Геральдического Совета, гости, которые сегодня прибыли в нашу республику. Я с уважением хочу поблагодарить Ирия Сгатауловича и Рамиль Равиловича за то, что вот в этот день, день принятия этой символики в виде флага нашей республики, мы отмечаем в стенах Казанского государственного университета. Я хочу вас поприветствовать всех от имени президента нашей республики, от имени Государственного Совета, от имени правительства Татарстана и сказать, что для нас это очень и памятный день, и еще раз возможность оценить, дать оценку, одновременно порадоваться тому, что Геральдика в субъектах Российской Федерации, геральдические символы многих поселенческих уровней, городов и районов Татарстана сегодня нашли самое достойное место в жизни, и многие носят на груди эти знаки, эти значки, которые определяют представители той или иной территории. А вообще-то это большая и серьезная работа по патриотическому воспитанию жителей нашей республики, начиная от школьников, от учащихся в вузах нашей республики, и за это вам низкий поклон. На самом деле, 22-й год был богат на знаменательные события символического плана. Год культурного наследия народов России, торжества по случаю тысячестолетия принятия ислама в Волгской Булгарии, 30-летие Конституции Республики Татарстан, Всемирного Конгресса Татар, Ассамблеи народов Республики Татарстан, тех институтов, которые не могут действовать без тех символов, без той большой, серьезной, глубинной политики, которая через эти символы, через геральдические изображения мы воспитываем в каждом новом поколении. Немало дат было связано с геральдическим наследием России и Татарстана. Среди них 300-летие российской геральдии и 30-летие восстановления государственной геральдической службы самой Российской Федерации. В зале есть люди, которые и в советское время еще жили, и трудились, и помните ту геральдику Советского Союза, большой нашей страны. Но после распада СССР вот эта задача актуальной стала для всей страны и многих, не многих, а всех ее субъектов Российской Федерации. 30-летие принятия закона о гербе республики Татарстан в 92-м году, флаг приняли в 91-м, тексты и музыку гимна в 93-м году и немножко подлатали, подновили в 2013-м году. Ну и самое главное 20-летие геральдистики Татарстана. Несомненно, все это яркие вехи истории нашей страны, республики и отечественной геральдической службы. За три десятилетия она прошла значительный путь в реализацию единой государственной политики в данной сфере. Весомая роль в этом поправу принадлежит Георгию Владимировичу Вилинбахову, государственному геральдмейстеру, замдиректора государственного эрмитажа по научной работе, почетный доктор института истории имени Марджани Академии наук республики Татарстан. Очень жаль, что он не смог приехать. С Георгием Вадимовичем республику связывают многолетнее конструктивное сотрудничество и неизменная поддержка в определении таких векторов развития, которые бы тесно перекликались с федеральными подходами. С нашей стороны ТОН в данном процессе задает Геральдический совет при президенте республики Татарстан, образованный 10 января 2002 года, председатель Хайрудзинов. Поздравляю его специалистов и экспертов с 20-летием. Хочу сказать, что лучшая оценка вашей деятельности – это яркие, выразительные флаги и герба наших городов и муниципальных районов, воплотившие их дух, истоки, выдающиеся и сильные стороны. В истории теперь можно уже, вот сейчас ознакомились с выставкой, посмотреть от упрощенного подхода к Геральдике, но с изображением той ведущей промышленности, то ли химии, то ли нефтедобыча, то ли сельское хозяйство, поросят там, коров и так далее. В некоторых сельских районах мы к научно обоснованному подошли времени, когда Геральдика символизирует многонациональный и многовекторный подход к этим и другим территориям. Отдельные слова признательности за последовательно сформированную государственную наградную систему, а также комплекс общественных и ведомственных наград. В разные годы Совет внес существенный вклад в организацию экспертной и научно-методической сопровождения таких знаковых юбилеев, как 100-летие образования ТАССР, 1000-столетие принятия ислама и других. Наверное, тут сидящие здесь студенты, обучающиеся в стенах вузов нашей республики, в том числе и КФУ, смогли побывать и в Свияжске, и в Булгари, и посмотреть эту историю, где по указу главы нашего государства Владимира Владимировича Путина, после долгих споров, где же зародился ислам в России впервые претендовали ряд регионов кавказских субъектов, мы смогли доказать о том, что ислам был принят на территории сегодняшнего Татарстана мирным путем, непринуждением. И эта религия вот уже тысячи лет работает на мир, на согласие, на межконфессиональные взаимоотношения, моногонациональной и многоконфессиональной республики Татарстан. Вот цена этих деятелей, которые в те годы и сегодня занимаются этим, в общем-то, не броским, может быть, на взгляд, на текущие дела, но очень крайне важную задачу, которую решают Геральдические Советы. Тем самым вы способствуете росту общественного интереса к историческому прошлому, государству, его культуре, формированию чувства патриотизма, уважительного отношения к официальным символам. В активе татарстанских Геральдистов также укрепление авторитета и профессиональном сообществе, продуктивное взаимодействие с федеральными коллегами, широкая научная и популяризаторская деятельность. Открытая сегодня в Казанском федеральном университете выставка госмуниципальной символики Татарстана, которую мы посетили, является лишь небольшой, но важной частью этой работы, направленной на приобщение к нашей общей истории, сохранении материального и нематериального культурного наследия. Сегодняшнее мероприятие приуручено ко дню государственного флага Республики Татарстан, утвержденного постановлением Верховного Совета ТАССР 31 год назад, 29 ноября 1991 года. Его автором и основным разработчиком выступил народный художник Татарстана, лауреат Госпремии Тукая Тафиль Гениатович Хазиахметов. Думаю, не только я, но и присутствующие в этом зале помнят, какие страсти кипели в то время вокруг создаваемых государственных символов Татарстана. Не хочу особо глубоко в эти годы углубляться на то, что дискуссии многочасовые в стенах парламента Республики, Верховного Совета ТАССР в те годы проходили очень непросто. Кто-то вкраплял религиозные символы, кто-то национальные какие-то там, татарские символы, цвета и многое другое, и во флаг, и в герб, и особенно в слова гимна, которые мы принимали на двух государственных языках. Это, с одной стороны, радовало не безразличие наших людей к нашим символам, которые объединяют многонациональную республику. Но надо было такой символ придумать, такой символ утвердить, чтобы он стал уважаемым не только сегодняшним поколением людей, живущих в Татарстане, но и будущих многих поколений, которых объединяет эти символы. Мне лично, как председатель Верховного Совета того периода, моим коллегам, в первую очередь Инату Харисову, возглавлявшему группу по созданию госсимволов, пришлось приложить массу усилий в поиске аргументов, чтобы прямоугольное, зелено-бело-красное полотнище стало олицетворением сегодняшней республики. В наши дни это было бы делом квалифицированных специалистов, ученых, экспертов Генералитического Совета, но, однако, тогда еще Генералитического Совета такого не было. Мы в поиске, депутаты сами, с художниками, со специалистами, учеными Казанских университетов, КФУ в частности, работали над этой темой. Повторюсь, в этом году 30 лет исполнилось и государственному гербу республики, которые наряду с флагом и гимном стали объединяющим символом для всего нашего многонационального народа. Вам ли мне говорить, что многонациональная республика, где проживают 137 наций и народностей, говорящих на разных языках, каждый народ хочет объединиться, будучи в одной стране, на одной территории, в одной республике, и символ должен, как они тогда докладывали и говорили, чтобы хоть кропите, пожалуйста, и нашего, чувашского, марийского, татарского, азербайджанского, киргизского, и 173 нации и народностей. Мы сказали, что этот символ столько вкроплений не выдержит, и давайте будем думать над тем, чтобы он образ народа в целом республике, населяющих Татарстан, представляли, не стыдно было надевать и с гордостью говорить. Я помню слова первого президента Шаймиева на этом заседании, Вентимир Шариповича, который сказал, мы принимаем символы, но за этим последует дружная, мирная жизнь наших народов, а самое главное, упорный труд для того, чтобы доказать, что трудолюбивый многонациональный народ Татарстана гордился своей территорией, городом, районом, поселением и родной республикой. Что мы сегодня с гордостью можем сказать, подтверждается нашими добрыми делами. Республика Татарстан, несмотря на новые вызовы, которые мы имеем сегодня, в связи с событиями на Украине и рядом других вопросов, она лидирующие позиции занимает по многим направлениям своей деятельности. Мы сохранили хребтовые отрасли промышленности, продолжаем добывать нефть. Мы долго мечтали о том, чтобы построить свой нефтеперерабатывающий завод, добывая по 100 миллионов тонн нефти в год. Помните те времена Аксакалы, сидящие здесь? Все отправляли или за границу, или в соседние регионы, а доходы получали, значит, не мы. Мы построили такой завод. 4,5 миллиарда долларов взяли синдицированный кредит в европейских банках, и сегодня перерабатываем, добываем у себя нефть, и в три раза больше налогов получаем бюджеты всех уровней. Нефтехимия, Нижнекамская, Куста, 600 видов продукции, спрошенный рынок. Машиностроение, это Татарстан. Мы делаем боевые гражданские самолеты, мы делаем боевые гражданские вертолеты, в Зеленодольске делаем корабли, спрошенные рынком и военными. Автомобили, машиностроение представляет эту экономику, КАМАЗ и Солерс и ряд других компаний, которые активно продвигают свою продукцию. Это труд наших людей, объединенных одной задачей. Мы представляем Татарстан, мы гордимся своей республикой, мы не хуже других, но в каких-то вопросах мы занимаем передовые позиции. Объединяющий фактор. Я, тут из села, наверное, тоже люди есть. Я недавно выступал перед селянами. К сожалению, в самой Российской Федерации, в стране, Татарстан тоже не исключение, сельское население, которое живет в деревне, стареет по возрасту и сокращается численно. Это самые для нас дорогие люди, не только потому, что они нас кормят, потому что на селе сохраняются лучшие традиции, обычаи каждого народа. Если хотите, и одежда национальная, и кухня национальная, там лучше сохраняется, чем в Казани, в Челнах, в Альмитске, в Бугульме или где-то. И мы сегодня выражаем искреннюю признательность нашим селянам за эту великую миссию и за то, что в этом году собрали рекордный урожай зерновых. Мы собирали 3 миллиона 700, 3 миллиона 500 тысяч зерновых. В этом году собрали 5,3 миллиона тонн зерна. И своему народу 3 миллиона 750 тысяч человек в Татарстане. Говорим, не беспокойтесь, какие бы сложности ни было, наш народ будет накормлен, обут и сыт. Обеспечьте нам мирную, согласованную жизнь для дальнейшего созидания. Давайте поаплодируем селянам. Зур Рахмата Ларвана. Они заслуживают этого. Вобрав в себя, да, я должен еще одну фамилию назвать, одним из его создателей, наряду с гимном, флагом, был один очень активный человек Назым Габдрахманович Ханзафаров. Он отметил свое 85-летие 12 сентября. Я не знаю, смог ли он приехать здесь. Большое ему спасибо, мы его помним. Ханзафаров, он очень активный по жизни человек и очень талантливым человеком оказался. Вобрав в себя национально-культурные и духовные традиции народов, проживающих на древней земле, атрибуты нашей новой государственности прошли испытания временем. Стали необъемлемой составной частью политической жизни, общественного сознания, предметом гордости и определяющим фактором национально-государственной идентичности. Уважаемые участники нашей встречи, Значение Геральдики в общественно-политической жизни трудно переоценить. Именно с уважением госсимволики начинается формирование гражданского и патриотического самосознания граждан, чувства гордости и любви к своей отчизне. Помимо представительского правовой и воспитательной функции, официальные символы Российской Федерации и ее субъектов составляют бесценные историко-культурные наследия народов нашей страны, которые нужно и дальше охранять, сохранять и с уважением беречь. Недаром символы государства подлежат усиленной защите нормами Конституции и законами Российской Федерации и Республики Татарстан продвигаются на патриотических акциях, мероприятиях в системе образования. Я повторюсь, таких, к примеру, как парламентские уроки, еженедельное поднятие флагов в школах и исполнение гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Это новый инструмент, это новшество в школах, она тоже воспитывает в наших детях патриотизм и, я бы сказал, еще и ответственность. Дорогие друзья, флаг, герб, гимн всегда внахновляли и объединяли народы Российского государства на подвиги во имя Отчизны. Как наши предки, которые трудились и воевали во славу Отечества, так и мы сегодня едины под сенью символов Российской Федерации. Совершенно очевидно, что в сегодняшней общественно-политической и международной обстановке наша страна как никогда нуждается в этом. Только так можно достойно ответить на испытания и вызовы истории. В завершение позвольте еще раз поздравить всех из Днем государственного флага Республики Татарстан, а членов и экспертов Геральдического совета предпрезидента Республики с высокой оценкой их плодотворной работы и присуждением заслуженных государственных наград. Благодарю за внимание. Зорба и Рямблян с праздником. Удачи и успехов. Спасибо. Уважаемый Фарид Хайрулович, благодарим вас за выступление и просим провести церемонию награждения. Награждает председатель Государственного совета Республики Татарстан Мухаммедшин Фарид Хайрулович. Еще раз бурные аплодисменты. За значительный вклад в реализацию государственной политики в области Геральдики, многолетний благотворный труд и активную общественную деятельность наградить орденом ДУСЛЭК председателя Геральдического совета при президенте Республики Татарстан директора Института международных отношений Казанского федерального университета председателя отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан Хайруддинова Рамиля Равиловича. За большой вклад в реализацию государственной политики в области Геральдики многолетний благотворный труд и активную общественную деятельность наградить медалью за доблестный труд заместителя председателя Геральдического совета при президенте Республики Татарстан директора Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан Салихова Радика Римовича. За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд наградить медалями 100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики ответственного секретаря Геральдического совета при президенте Республики Татарстан заместителя директора Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан Минулина Ильнура Рафаэльевича АПЛОДИСМЕНТЫ Член Геральдического совета при президенте Республики Татарстан председателя территориального регионального отделения Союза геральдистов России Бушканца Григория Моисеевича АПЛОДИСМЕНТЫ Эксперта Геральдического совета при президенте Республики Татарстан Художника-разработчика исполнительного директора правления Союза геральдистов России Моченого Константина Федоровича АПЛОДИСМЕНТЫ Эксперта Геральдического совета при президенте Республики Татарстан Заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений Уважаемый Борис Хайрулович Уважаемые члены собрания Хочу выразить слова большой признательности За столь высокую награду За то внимание, которое вы уделили во время нашей совместной работы по созданию муниципальных символов Могу похвастаться, что я не был только в 9 районах в Республике Татарстан Не говоря о том, что там набережные Челны 8 раз Нижнекамский Лабуга 6 раз И такие названия, как Агрыз, Бавлы Которые совсем многие даже, наверное, и здесь сидящие и не бывали Мне пришлось побывать, узнать вашу прекрасную Родину И создать те символы, которые прошло уже 15 лет Они живут И слава Богу Дай Бог, чтобы они вас окрыляли Вас охраняли Счастья вам, здоровья и удачи АПЛОДИСМЕНТЫ Нурные аплодисменты, спасибо за такие теплые слова Эксперты Геральдического совета при президенте Республики Татарстан Заместителя директора по научной деятельности Института международных отношений Казанского федерального университета Валеева Рафаэля Миргасимовича Бурные аплодисменты Эксперты Геральдического совета при президенте Республики Татарстан Декан высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета Директора Института археологии имени Альфреда Хасановича Халикова Академии наук Республики Татарстан Сидикова Айрата Габитовича Наградить благодарностью президента Республики Татарстан Доктора философских наук, автора идеи государственного герба Республики Татарстан Ханзафарова Назыма Габдрахмановича АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok